Виктория Нечаева 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 Они имеют прямое отношение к финансовым средствам. Это было обращение по Партизанскому проспекту. Старый вопрос. Освещение дворовых территорий домов 24-3 и 23-4. Там надо делать проектно-сметную документацию и тратить бюджетные деньги на то, чтобы сделать освещение. Поэтому этот вопрос, конечно, он будет решаться, скорее всего, что даже не в этом году, а в следующем году. По всем обращениям, которые прозвучали на этой неделе в Бресте, даны ответы и разъяснения. Выполнение ряда поручений взято на карандаш. При необходимости, где есть острые проблемы, представители вертикали власти выйдут на места. Строчка из знакомой каждому брещанину песни Кирилла Слуки «Лучше Бреста нету места» стала настоящим девизом. И это действительно так. Несмотря на то, что тысячелетие города прошло, Брест не останавливается и с каждым годом становится краше. Работы по облагораживанию и застройке областного центра ведутся постоянно. На территории города появляются новые скверы и парки, дома, спортивные и детские площадки. Всему этому способствуют не только усилия городской власти. Активное участие в благоустройстве города над Богом принимают предприятия и организации различных форм собственности. Ярким примером реализации государственно-частного партнерства стал один из дворов на улице Московской, 336-1, где не только навели порядок, но и возвели новый игровой комплекс. Продолжит тему Ирина Кузьмич. Открытие новой детской площадки в одном из дворов Старого Востока прошло весело и громко. Подарок маленьким жителям улицы Московской, 336-1, сделала компания «Санта-Бремор». Слова благодарности и торжественный момент перерезания красной ленты произошло. Современный спортивный игровой комплекс открыт. Дети отреагировали на открытие детской площадки искренне, не скрывая восторга. Яркие качели, горки и карусели, а также спортивный инвентарь теперь будет радовать не только маленьких жителей двора, но и их родителей. Каждый сможет с пользой провести время. Идея создания такого проекта принадлежит генеральному директору группы компании «Санта» Александру Машенскому, который свои юные годы провел в этом дворе. Это действительно родной двор, и заехав сюда, я увидел там старые выбивалки, увидел двор, на самом деле запущенный. И я вспомнил те времена, когда здесь были живые детские голоса, когда тут реально двор кипел, что называется. Ну и я верю в то, что можно что-то изменить, если чего-то захочется. Ну и слава Богу, что для этого у меня есть возможности. И с этой точки зрения, то есть я рад тому, что получилось, и что фактически двор снова ожил. И я надеюсь, что тем самым мы даем возможность, скажем так, начать вторую жизнь дому, ну и тем самым порадовать и обитателей этого двора. И вторая задача, потому что проехав как бы по району, это привлечь в принципе внимание властей и людей к старым микрорайонам, к старому востоку. У каждого человека есть двор, где он провел свои детские годы, и с которым связаны самые теплые воспоминания. Александр Машенский не стал исключением, о своем родном дворе он помнит. Доказательством этому стала инициатива создания спортивно-игрового комплекса. Говорить о пользе и плюсах новой детской площадки не приходится. Окинув ее взглядом, понимаешь, сделано на совесть. Все продумано до мелочей. Расстояние игрового инвентаря, друг от друга, материалы, из которых была сделана площадка, место, на котором она стоит и многое другое, предусмотрели все. Но главное – внимание, которое было оказано жителям этого двора. Ничего так не стоит дорого и не так дешево, как внимание ценится, как внимание к людям. Вот это внимание оказано к людям, а наш тем более дом, дом интеллигенции. И вот учредители, как сказать, этой площадки, это был наш, я его помню, столько лет назад маленьким бегал, а теперь вспомнила нас и так украсил. И такое приятное сделала и взрослым, и детям. Спасибо большое. Эта площадка для нас большая радость, потому что вы сразу видите, что в первые дни, когда даже она была не открыта, дети сюда прибегали, уже другие площадки опустили. Нам очень нравится, да. Мы просто перебегаем с одного на другое. Нам вот прям две секунды, там, две секунды здесь. Детям действительно очень нравится, поэтому мы очень рады и спасибо большое за эту площадку. Весь район просто вот, мы просто в восторге. Спасибо. Здесь почти не было ничего, и вот тут много всяких интересных штук, на которых можно повеселиться. Тренажеры, на которых можно заняться спортом. Здесь есть площадки для детей, много где можно погулять. Долго тут ничего не было, мы много ходили в другие дворы, а теперь здесь много чего интересного. Открытие новой площадки стало настоящим праздником для маленьких жителей двора. Кроме тренажеров и аттракционов, для них был подготовлен еще один сюрприз – мороженое и игрушки. Каждый ребенок был в восторге. Но еще больше радости было у тех, кто инициировал и реализовал проект. Ведь дарить подарки намного приятнее, чем их получать. В городе Надбуком проекты государственно-частного партнерства реализуются не первый раз. И уже есть результаты, а вместе с ними и планы на будущее. В городе Бресте у нас ведется планомерная работа по развитию таких детских площадок, игровых площадок, спортивных площадок на маленьких территориях, микрорайонах города Бреста. В рамках государственно-частного партнерства мы реализуем уже ряд таких проектов. Совместно с группой компаний «Санта» и «Савушкина продукта» мы реализовали проект в парке «Мира». Вы видели, что территория парка была разделена на несколько зон, где размещаются не только спортивные и игровые, а также зоны отдыха, зоны для самых маленьких. Также мы в рамках государственно-частного партнерства реализовали проект с банковскими учреждениями, где мы установили несколько детских площадок возле физкультурно-оздоровительного комплекса в детском городке Новоснецово на набережной микрорайоне Дубровка. Также совместно с Федерацией футбола мы реализуем ряд проектов по установке на школьных территориях именно спортивных площадок, именно для мини-футбола. Мы такие проекты уже реализовали с 20-й школы, в гимназии номер 6 города Бреста реализовали такой проект. На стадии завершения у нас такой проект в 24-й школе. И буквально сейчас, Александр Михайлович, перегорели, уже данный проект закладывается и в гимназию номер 4 города Бреста. Но пока во главу угла компания «Санта» ставит помощь тем, кому сейчас по-настоящему нелегко – медикам. Упиоритет для нас сейчас – это помощь медикам. И мы вместе с обл. здравоотделом решаем вопросы, которые возникают у наших областных и других больниц с точки зрения как раз помощи и борьбы с ковидом. Несмотря на непростую эпидемическую ситуацию, все надеются, что скоро пандемия закончится. А город будет и дальше развиваться, будет становиться красивее и уютнее. Благодаря людям, искренне любящим Брест. Благодаря нам, Брещанам. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Этот добровольный жест Александра Машенского напоминает нам, как важно умение отдавать. Оно помогает нам жить более полно и чувствовать удовольствие от своих поступков. Умение отдавать – это не только положительное качество с точки зрения морали. Оно приносит и практическую пользу, оказывая позитивное влияние на наше психологическое состояние, становясь двигателем нашего жизненного успеха. И таких людей у нас немало. Посмотрите, буквально за год настоящей точкой притяжения для Брещан и туристической жемчужины для гостей стал городской сад. Большой каменный валу, напоясанный кованым рушником с белорусским орнаментом, арткомпозиции, цветочные инсталляции, оригинальные фонари и урны – там действительно есть на что посмотреть. Особые интересы вызывают оригинальные лавочки. Они изготовлены в едином стиле. К каждой скамейке прикреплена табличка с информацией о владельце и надписью «Послание». Напомним, любой желающий может оставить на своей именной скамейке маленькую историю. Персональные лавочки с табличками, на которых написаны пожелания и различные слоганы, одна за другой появляются в Бресте. О том, кто еще решил оставить на любимой скамейке свою маленькую историю и сколько стоит такое удовольствие, расскажем далее. Добрым людям с добрыми пожеланиями – особенное место для особенных людей. Быть добру – лучшее место под солнцем. Эти позитивные надписи как бы напоминают посетителям городского сада, как нужно относиться к жизни. Персональные таблички и стильные, выполненные в одной тематике лавочки, принадлежат предприятиям, организациям Бреста, известным личностям и обычным жителям, которым просто захотелось оставить на любимой скамейке свою маленькую историю. На сегодняшний день в акции принимает участие уже порядка 22 как субъектов хозяйствования и простых физических лиц. 15 лавочек мы уже установили, на очереди еще 10 лавочек. Места, как видите, в городском саду еще достаточно, поэтому акция, я уверен, продлится еще долгое время. Есть необходимость обновить лавочки у монумента «Стражам границ», поэтому всех брещан, жителей города Бреста, его гостей мы приглашаем еще не поздно подать заявку и принять участие в этой замечательной акции. Создание и установка лавочки с персональной табличкой обойдется в 750 белорусских рублей. Своё послание Бресту и его жителям адресовали накануне сотрудники Генерального консульства России в Бресте и Российского центра науки и культуры. Повод значимый, праздничный. 12 июня россияне отметят важный государственный праздник – День России. Мы решили подарить городу Бресту скромный, но тем не менее искренний и сердечный подарок от Российского центра науки и культуры. Я хотела бы, конечно, в первую очередь пожелать нашим братским народам в преддверии этого праздника мира, добра, процветания, развития наших дружеских, гуманитарных связей, укрепления нашего партнерства. Ну а городу Бресту и горожанам в качестве этого подарка хотела бы пожелать благополучия и процветания. И хотела бы сказать, что мы очень любим этот город, и этот подарок на самом деле от души, он искренний, он от сердца. Здесь всё сделано от сердца. Удобные пешеходные дорожки, аккуратные газоны, стильные лавочки, оригинальные цветочные композиции, фонари, уютная беседка. Всё это определённо создаёт настроение и атмосферу. Между тем, благоустройство уникального по своей архитектуре, расположению и красоте. Место продолжается. Концепция развития горсада предполагает появление новых зелёных зон. Территория городского сада, она очень велика, и люди уже проложили здесь новые тропинки. Мы ожидаем ещё, когда пройдёт лето, и я уверен, что новые аллеи ещё в городском саду появятся. Виктория Нечаева, Эдуард Букунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Далее в нашем выпуске материал о предприятии. Правильнее сказать о постоянном развитии предприятия. Подтолкнула к созданию этого сюжета неофициальная дата – день швейной машинки. Когда-то она стала одним из символов промышленной революции, иллюстрируя переход от ручного производства к автоматизированному. Ещё несколько десятилетий назад швейная машинка имелась практически в каждом доме. Сегодня они утратили свою популярность. Большинство людей предпочитают покупать готовую одежду. Но всё же дата остаётся актуальной, ведь это изобретение совершило настоящий прорыв в производстве одежды. Наши корреспонденты подготовили специальный материал об истории появления швейной машинки к её эволюции. Как выглядели первые швейные машинки, появившиеся в Бресте 106 лет назад, и что собой представляют современные агрегаты наших дней? Об этом и не только в нашем следующем сюжете. В тихих залах Музея истории Бреста молчаливо красуются швейные машинки. В настоящее время здесь хранятся три уникальных экспоната. Винтажная детская мини-швейная машинка-игрушка, сделанная в СССР, старинная немецкая машинка 60-х годов, они сразу привлекают внимание. Но только при одном упоминании о старинных швейных машинках большинство из нас сразу же вспоминает компанию «Зингер». Она была крупнейшим производителем швейных машин в Европе в начале 20 века. Такой раритет в коллекции бытовой техники тоже есть. 169 лет назад американский изобретатель и предприниматель СААК «Зингер» получил патент на швейную машинку. Благодаря надежной конструкции и усовершенствованному механизму, новейшее изделие приобрело невероятную популярность. Успеху послужил и талант самого «Зингера», который смог убедить миллионы семей в необходимости покупки его продукции. В Бресте швейная машинка «Зингер» появилась в 1914 году. Тогда она стоила 130 рублей копить. На нее приходилось годами. Кстати, именно швейная машинка в Российской империи для девушки считалась лучшим приданным. С тех пор прошло более 100 лет. И сегодня легко заметить, как далеко ушел прогресс, побывав на обрезком предприятии «Панда». Подшить брюки или манжеты, сделать искусную петлю, оформить декор – эти действия легко выполняет швея Светланы Козерук. Трудится на предприятии с момента его основания – 20 лет. Говорит, с тех пор, когда появились машинки-автоматы, работать стало быстрее и удобнее. Строчка плавная и качественная, швы ровные и прочные. Закрепку сама ставит, нитку обрезается, мачивается. Очень хорошо. Быстрее идет, шьется быстрее, качество. Все обновляется, все усовершенствуется. Но лучше о том, до чего дошел прогресс, расскажет вышивальный цех предприятия. Здесь работают шести- и восьмиголовочные машины с функцией вышивки пайеток и вышивки шнуром. Сначала дизайнеры готовят эскиз, затем его загружают в автоматический вышивальный станок. Регулировать толщину ткани, настраивать частоту стежка можно с помощью специального пульта управления. Практически все современное оборудование оснащено обрезкой нити, автоматическим подъемом лапки, а также дисплеями. Благодаря дисплеям можно настраивать частоту стежка, а также подстраивать машину под толщину ткани, под толщину иглы, толщину нити. Такая умная машина, конечно, улучшает эффективность работы, но все же требует участия человека. Нужно стоять, потому что происходит обрыв нити или челночный, или верхний, поэтому контроль должен быть постоянно. А как вот рисунок весь этот вырисовывается? Какая-то программа? Это программа. Программа у нас есть. Два дизайнера, которые разрабатывают программу. Она запускается на монитор? На монитор, да. Здесь выбирается. Можно автоматически уменьшить без разработки дополнительной программы или увеличить масштабом какую-то вышивку. В общем, сегодня в швейном деле принцип прост. Чем мощнее, тем лучше. Но какими бы эффективными ни казались современные агрегаты, специалисты швейного дела давно оценили надежность моделей старого образца. К примеру, на швейной машинке немецкой компании «Майер», которой более 30 лет, пандовцы продолжают работать и сегодня. Видите, здесь ни проколов, хороший захват, ни пропусков. Она у нас как бы одна такая. Это раритет, можно сказать. Да. На предприятии не только уделяют особое внимание качеству выпускаемой продукции и модернизации оборудования, но и быстро реагируют на все требования времени. Еще недавно в цехах отшивали до 45 тысяч масок и 10 тысяч защитных комбинезонов в сутки. «Панда» одной из первых наладила производство средств защиты, чтобы удовлетворить возросший спрос. Сегодня на предприятии вернулись к основной работе – шьют детскую, молодежную и женскую одежду. Но на производстве уверяют – если понадобится вновь отшивать средства защиты, они будут готовы. Если возникнет такая необходимость, у нас есть возможность купить все материалы и изготовить в кратчайшие сроки. На сегодняшний день, по-моему, ажиотажа нет на медицинское оснащение. Исаак Зингер придумал технологию и произвел революцию в швейной индустрии. Сегодня благодаря этому изобретению создаются компьютерные швейные машины, а бабушкины раритеты бережно хранятся в музеях. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Всемирный день донора крови и ее компонентов ежегодно отмечают 14 июня в разных странах мира, в том числе и в Беларуси. Девиз 2020 года звучит емко и актуально. Сдавать кровь во имя здорового мира. Каждый день донорская кровь позволяет спасать миллионы человеческих жизней. Донор – это человек, который не просто отдает свою кровь, это человек, который спасает чью-то жизнь. Все больше добровольцев подключаются к процессу кроводачи. Некоторые очень активно. А потому особое внимание к таким людям – это лишь малая часть благодарности, которую они заслуживают. О донорах, а также о том, насколько сегодня актуален вопрос нехватки безопасной крови на Брещене, мы расскажем прямо сейчас. Всемирный день донора крови и ее компонентов – еще один повод совершить благое дело. Людей, которые хотя бы раз поделились другими частью себя и спасли чью-то жизнь, в Брестской области насчитывается более 10 тысяч. Широкомасштабная работа по сдаче крови ведется во всех регионах области и активно продолжается в настоящее время. А потому в Брестской областной станции переливания крови никогда не бывает пусто. Люди приходят сюда, чтобы сдать свою кровь. Ведь ни для кого не секрет, что кровь здорового донора жизненно необходима как для лечения пациента, так и в экстренной медицинской помощи. А значит, сдав кровь сегодня, вы можете спасти чью-то жизнь уже завтра. Брещан, неравнодушных к судьбе и жизни других людей, очень много. Об этом говорит непрерывно сменяющаяся очередь людей, которые приходят поделиться с другими своей кровью. Одной из добровольцев оказалась брещанка Марина Подскачук, которая на свое здоровье не жалуется и помогает приобрести его другим. Она сдаёт кровь уже 19-й раз, не планируя на этом останавливаться. Для неё кроводача стала доброй традицией, которая осталась в память об отце. Нужно сдавать, потому что в какое-то время это нужно было моему отцу, и поэтому мы как бы все члены нашей семьи сдаём кровь. Я знаю точно, что это нужно кому-то, и поэтому мы от этого все отталкиваемся. Поделиться кровью с тем, кому это действительно необходимо – дело особой важности. Но перед тем, как сдать 450 мл крови, потенциальный донор обязан пройти длинный путь медицинского осмотра, заполнение анкет и сдача необходимых анализов, беседы с врачом. Но даже такой сложный квест не останавливает доноров. Многие сдают кровь безвозмездно. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала всем странам, которые заготавливали кровь от возмездных доноров, перейти на систему регулярного безвозмездного донорства крови. На сегодняшний день у нас сложилась такая ситуация. В результате проведенной работы процент безвозмездного донорства за 5 месяцев этого года составил 41,9%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 1% выше. То есть люди приходят и сдают, мы объясняем важность того, важность безвозмездной сдачи крови. Для того, чтобы поддерживать неснижаемый запас компонентов крови и чтобы была возможность обеспечить все заявки лечебных учреждений, ежедневно на сдачу крови должно приходить 50-60 человек. А потому сотрудники Брестской областной станции переливания крови постоянно информируют население о том, что быть донором важно. И уже есть результаты. Люди откликаются, приходят, особенно молодые люди. Это очень приятно, что приходят молодые люди. И по статистике за 5 месяцев этого года к нам на станцию обратились довольно-таки большое количество людей. Среди них большое количество молодых людей, 30-35 лет. И радует, что, конечно, это в основном молодые люди, это парни приходят, мужчины приходят сдавать кровь. Всемирный день донора крови и ее компонентов – это еще и про такую важную сейчас плазму. Но не обычную, а с иммунитетом. Ведь в период борьбы с коронавирусной инфекцией такая плазма может помочь человеку, который тяжело переносит новый вирус, пойти на поправку. А для того, чтобы помочь спасти чудо-жизнь, донору иммунной плазмы нужно соблюсти определенные условия. Основным условием, чтобы стать донором плазмофереза и помогать больным, это наличие в анамнезе подтвержденного положительного результата перенесенной инфекции COVID-19. После того, как человек переболел, у него должны сформироваться антитела. На формирование антител минимум уходит 15 суток. Поэтому мы привлекаем в доноры плазмофереза лиц, переболевших инфекцией COVID-19, через 15 дней. Здоровье донора и, как следствие, безопасная кровь – это не только личный капитал человека. Это еще надежда и здоровье других. Ведь сдав кровь, вы можете подарить шанс человеку на жизнь. А это дорогого стоит. Ирина Кузьмич, Дарит Бакунович, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ. Они ведут онлайн-дневники, ютуб-каналы и странички в социальных сетях. Делятся лайфхаками и личными историями с многотысячной аудиторией. Речь идет о тех, кто нашел себя в интернете. Я блогер. Когда слышишь такую фразу, начинаешь скептично относиться к своему собеседнику. И очень зря. Ведь нередко блогеры становятся амбассадорами различных брендов. Для многих блог является не инфантильным увлечением, а работой без выходных, приносящей хороший доход. Международный день блогера отмечает мировая общественность 14 июня. Наши корреспонденты познакомились с брещанкой, которой удалось набрать свыше 104 тысяч подписчиков. Чему посвящен ее профиль в Инстаграм? Почему в сети можно зарабатывать не только на рекламе? И можно ли считать блогерство профессией? Все ответы в нашем следующем сюжете. Яркая розовая одежда отличает брещанку Анастасию от большинства девушек. Ей 24 года, имеет высшее экономическое образование, но экономиста из Насти так и не вышла. Шесть лет назад завела аккаунт в Инстаграм. В 2015 году решила стать блогером, взяв за основную идею обработку фото. Поскольку Инстаграм – соцсеть визуальная, успех пришел быстро. Сегодня у девушки 104 тысячи подписчиков. Среди них есть и клиенты, и просто наблюдатели. В основном мы из Беларуси, России, Украины и Казахстана. В 2018 году начали набирать популярность блогеры по обработке. Я всегда хотела себе красивые фоточки, такие сказочные. Я научилась обрабатывать. И думаю, если я это умею делать, если я это знаю, почему бы мне не делиться аудиторией с этим. Тем более, такие посты вылетали в топ, приносили подписчиков бесплатно. И я за счет этого продвигалась еще. Курсы я не заканчивала. Я обучалась по бесплатным урокам, которые есть в Инстаграме, на Ютубе. Сама что-то в ходе обработки своих фотографий находила. И вот так пришла к тому, что сейчас есть. Она обрабатывает и серые, и невзрачные фотографии, превращая их в настоящую розовую сказку. Тематика, планы, ракурсы, цвет, позы, реквизит. В своем Инстаграм-аккаунте пишет об идеях для фото, разбирает ошибки, дает отдельные советы, проводит интерактивы, участвует в марафонах. Для Анастасии блог, посвященный обработке фото, не просто увлечение, работа. Причем зарабатывает не на рекламе. У девушки свой онлайн-курс обучения, его и продает. У меня вообще аудитория со всего мира, то есть не ограничена прессом. Все люди, которым нужен красивый визуал, которые хотят научиться обрабатывать, продвигать свои аккаунты, они, в принципе, по всему миру. Если не знают русский, они моя аудитория. А в Бресте единственный минус – это то, что мало локаций, которые подходят под мой стиль. Мне нужны такие сказочные, с кучей деталей красивых, и вот их очень мало. Фото обработать час-два, пост написать в зависимости от поста, может быть, полчаса, может быть, два часа. Потом еще какие-то рутинные дела, создание инфопродуктов. То есть часов восемь может легко уйти. Конечно, блогерство не требует высшего образования, специальных навыков или опыта работы. Нужно уметь создавать интересный контент, развивать блог, постоянно быть в сети и отслеживать тенденции. Но как бы легко и просто все не звучало, под силу это далеко не каждому. Сейчас меняется очень сильно продвижение, вообще выход в топ, сам контент, подход к контенту. Ходят в сториз на первый план, то есть нужно уже уходить в сториз и там развиваться. Охваты Инстаграм урезают, он поменял алгоритмы. И, соответственно, нужно работать над контентом, нужно находить то, что сейчас будет заходить, что актуально людям и будет популярно. Виктория Нечаева, Александр Воронин, Александр Макаревич. Итоги недели. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели корреспонденты БУК-ТВ. Жизни всегда проще, если понимаешь, как и что происходит. Мы встретимся снова. Уже на грядущей неделе будут новые темы и новые герои. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте. 54-63-67. Не забывайте, канал БУК-ТВ есть и в социальных сетях. Будьте с нами на Фейсбуке, Инстаграм, ВКонтакте, а также подписывайтесь на наш канал в Ютуб. Я Виктория Нечаева. Желаю вам добрых новостей в ваших домах. И, конечно же, здоровья вам и вашим близким. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова